Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы вам покажем дом премиум-класса. В связи с этим хочу заметить, что работая загородной недвижимости, мы многократно убеждались в том, что хороший дом в разном классе, в комфорте, в бизнесе, в элитном классе, может быть решен в разных стилях. Классика, эко-стиль, кантри-стиль, хай-тек и другие стилистики. Главное, что он красив, гармоничен и эргономичен, но все-таки большинство людей хотят идти и жить в ногу со временем и выбирает дома в современном стиле. Сегодняшний дом в максимальной степени соответствует этому определению. Преобладание элементов стиля минимализм во внешней и внутренней отделке, при этом дорогие качественные материалы, мебель, инженерия, панорамные от пола до потолка большой площади остекления, огромные крытые и открытые террасы и большой площади лаунж-зона с плавательным бассейном, каскад из 10 прудов в рамках японского сада, сотни взрослых деревьев высотой до 12 метров самых разных и многое другое соединено в этом объекте недвижимости. Приглашаю начать просмотр. Мы находимся в коттеджном поселке Вау Тучинки. После Вау раньше стоял восстательный знак, сейчас, по-моему, его нет, но такой поселок существует. Вау Тучинки, 15 километров от МКАД, по Калужскому шоссе, еще пару лет в сторону, это один из самых элитных поселков этого направления. Он так и задумывался, здесь исключительно большие и очень большие дорогие и очень дорогие дома, полностью обжит, обладает богатой инфраструктурой, находится в лесу и мы в конце этого ролика покажем вам эту инфраструктуру, она вас впечатлит. А дом находится за моей спиной, это его задняя часть, сразу видно его стилистика, он кирпичный, облицован такими толстыми деревянными панелями, американский орех, огромные террасы. Площадь строений здесь около 1300 квадратных метров и здесь их два, основной дом и вспомогательный. Мы находимся в одной из самых интересных частей этого участка, площадь которого 43 сотки. Вы видите, какое здесь буйство зелени, десятки видов деревьев, их сотни, не одна, много сотен и мы находимся на площадке лаунж зоны, ее площадь 220 квадратных метров примерно, видим здесь различные места для отдыха и крытая терраса со столом и барбекю и шезлонги, а вот это плавательный бассейн, он уличный, 11 на 5 метров с противотоком и здесь прекрасно семья может проводить время примерно в течение полугода. Вообще участок состоит из двух частей, если мы смотрим с улицы, правая часть это лаунж зона с строением, о нем чуть попозже расскажем, а левая часть это такая зона ландшафтная и здесь расположен очень интересный элемент такой, это буйство зелени и каскад прудов в рамках японского сада. Это первый пруд, здесь плавает масса рыбок, подкормок для них и вода плавно переливается из одного бассейнчика в другой, общая площадь это 150 квадратных метров, а мы вдоль дорожки слева среди буйства зелени проходим в глубь участка, посмотрите, вы как будто находитесь в каком-то южном парке, кедры, различные орех, каштаны, шиповник, клёны разных видов, огромные деревья, манджурский орех и так далее. Мы идем, а справа от меня протекает этот каскад прудов, вот длинный, где-то 20-метровой длины пруд, переливаются в очередные бассейнчики из одного в другой и так идет вдоль всего участка и в конце попадает вот такое два огромных, ну больших пруда, каждый по 40 метров, здесь же находится такая скамейка для отдыха и вот завершающий пруд, видим здесь обычные цветы, это вечно цветущие растения, большие, маленькие и много-много рыбок и конечно здесь замечательное место для умиротворения самим собой. За прудами завершающая часть участка, здесь у нас, видите, какие огромные краснолистные клены, голубые ели, посмотрите, грецкий орех и вот такой кедр высотой метров идет около 12, таких кедров на участке 4 штуки и вот такая голубая ель, тоже метров 8 по красоте, один из самых красивых участков, которые мы видели. В самом конце участка тоже есть важные опции, это спортивный элемент, это площадка полноценная для бадминтона, в данном случае сейчас она используется как футбольная площадка, здесь турники, брусья и в этой же части находятся решенные также современные стилистики, здесь хозблок, мастерская, а также место для хранения техники, а в этой части вольер, где могут находиться даже не одна, а две собаки, вот открытая часть, закрытая часть, сейчас она не используется как вольер, но может, и вот здесь целая зона длиной примерно метров 20-25, здесь натягивается при необходимости сетка и у собаки собак получается собственная зона для прогулок, отделенная от своего участка сеткой, забором и от соседей вот таким вот зеленым ограждением высотой метров по 5. Мы на площадке в начале участка, дом слева от меня, посмотрите еще фасада, как он решен, стиль минимализм, мы видим дерево в отделке, вот так вот дом как бы приватно углублен в участок и отгорожен массой зелени, вот такие красивые лужайки, высоченное зеленое ограждение всех сторон, парковочная площадка, большая, здесь может уместиться, я думаю, автомобилей 10, ну столько как бы только когда гости приезжают, а для членов семьи здесь спокойно умещается примерно пять автомобилей, не мешая друг другу, еще есть большой гараж на два автомобиля, а это дорожка в дом через калитку для пешеходов, у дома есть два входа и это вход для пешеходов, обратите внимание, стеклянная дверь входная и вот такое остекление высотой почти три метра во всем доме, перед домом опоясывают его большие площади, открытые и крытые террасы. Прихожая дома просторная, огромное зелкало, просторная гардеробная и через такие высоченные матовые двери мы попадаем в холл. Первое помещение это кабинет, обратите внимание на межкомнатные двери сразу, они во всем доме, компания Tre Piu серия, элитная у них, модель Reve, таких дверей в доме множество везде, это итальянские двери очень дорогие, в данном случае они под потолок примерно 2,80, закругленные, гладкие, красивые, на других местах есть двери такие же пониже, дорогостоящая хорошая продукция, кабинет, его площадь около 25-30 квадратных метров, видим здесь, как и во всем доме, красивую декоративную штукатурку, сделан на заказ дорогую мебель из массива или со шпоном американского ореха, на потолке мы видим дорогие люстры компании Artemisia и панорамное остекление. У кабинета есть собственный санузел, такой гостевой, то есть данный кабинет позволяет работать автономно, даже принимать гостей. В доме детильники, люстры разных известных дорогих итальянских компаний, такие как Artemisia, Floss, вот одна из красивых дорогих люстр, а на стене мы видим еще одну примет этого дома, это голландская оживлась 15-16 веков и вот таких картин, изготовленных на заказ копий, которые специально подобраны под дом, больше десятка в доме. А мы проходим в главное помещение дома, помещение, объединяющее столовую, кухню, гостиную, общая площадь превышает 100 квадратных метров и сейчас мы в гостиной. На полу массив доски Мирбао, огромный, примерно 75 дюймовый телевизор с колонками и интересные антикварные часы. Эта стена полностью стеклянная и она выходит на террасу и дальше во двор. Мы перешли в столовую, здесь мы видим огромный стол, здесь может сидеть 10-12 человек легко, а мы передвигаемся в кухню. Кухня выполнена на заказ, старейшница из натурального камня. Кухня покрыта шпоном американского ореха, она большая, мы видим здесь технику от компании ZOOG, это швейцарская компания, очень дорогая, здесь есть пароварка, духовка, кофеварка, СВЧ, также есть холодильник Липхер встроенный, посудомоечная машина. А головой у нас освещение от компании Floss, известный очень, и здесь от компании Penta, оригинальная и красивая, и очередная копия голландского художника. Вот такой интересный шкаф с затемненными зеркальными дверцами, где хранится всяческая посуда, очень необходимая в доме. Из кухни есть отдельный коридор, он проходит мимо кладовой при кухне, то есть, хотя кухня просторная, тем не менее, здесь еще есть помещение, где можно хранить различные продукты, вещи, связанные с кухней. Здесь большой трехзонный холодильник и коридор, который позволяет сюда зайти, во-первых, из гаража, принести продукты, напомнено два автомобиля, а также здесь есть квартира персонала, собственным санузлом. Как и в кабинете и в гостиной, мы видим изготовленный на заказ шкафы из шпона американского ореха, такая милая библиотека. Возможно, не менее, даже более интересен в этом доме цокольный этаж, он тоже предназначен для общих нужд семьи. Приглашаю посмотреть! Цокольный этаж начинается с тренажерной, здесь комплект тренажеров более 30 квадратных метров, занимайся сколько хочу, и главное помещение 75 квадратных метров, это кинозал, игровая, видим здесь огромный кожаный диван для большой семьи, журнальный столик с раскрывающимся нутром, видим здесь короткофокусный проектор и огромный экран, примерно 2,5-3 метра, который позволяет всей семьей смотреть кино в высоком качестве. Отсюда вход в бильярдную, бильярдная американка, 9-футовый стол. К слову, и на этом этаже, и во всем доме использована центральная система вентиляции, приточенная, с кондиционерами, сейчас на улице примерно 30 градусов, а здесь прохладно и приятно. Здесь же вход в спа-зону, большое помещение, большая многоместная джакузи, зеркало, жаковина, здесь большая душевая кабина с обливочным ведром и здесь расположены хамам со звездным небом и традиционная парная с приятным запахом, с полками из абаша и печу каменкой, по-моему, с испарителем. Рядышком санузел данного этажа, с такой же везде качественной дорогой сантехникой. В основном здесь дюровит, смесители Hensgrohe, есть элитные серии и видный шкаф. С другой стороны помещение цокольного этажа мы видим огромную гардеробную, вот здесь шкаф серверная, в дом напичкан различной электроникой и инженерией и вот такая огромная гардеробная, здесь более 30 метров, систем хранения в доме много и это тоже многое говорит об этом доме. А эта дверь постирочной, более 20 квадратных метров, система хранения белья, сушки, из нее вход в техническое помещение, видим здесь техническую мойку, мыть лапы собаки, что-то еще и вот здесь мы видим элементы инженерии дома, которая вся расположена на вспомогательном строении, что важно, это позволяет и снизить риски каких-то, может быть, взрывов, поломок, протечек и так далее, и под землей все эти коммуникации уходят туда. На второй этаж ведет, как будто бы висящая в воздухе лестница, она тоже имеет поручень и ступеньки из американского ореха, но при этом выполнена на стальном каркасе, очень крепкая и надежная. Второй этаж обладает четырьмя спальнями, в каждой спальне есть собственный санузел и гардеробная, как и должно быть в премиальном доме, но пока мы находимся на балконе галереи второго этажа. Смотрите, одна из изюминок этого дома это стеклянный атриум и такой оригинальный светильник, стеклянный потолок, через который впадает свет, это редкое очень интересное решение. На стенах мы видим здесь сразу несколько картин, здесь мы видим и голландских художников и также французских художников, сейчас известная картина любовники Жан-Поле Агюста, кажется, есть и другие картины на стенах, а мы начинаем с главной спальни. Туда ведет такая уже известная нам высоченная глянцевая итальянская дверь, общая площадь блока главной спальни около 70 квадратных метров. Видим здесь тоже оригинальные тканевые итальянские светильники, по всю стену панель отделана шелком, огромный телевизор, здесь деревянные панели, а вот эта стеклянная дверь ведет собственный санузел, он большой, видим две раковины стеклянные, остекление от пола, огромный стол макияжный, глубокая овальная ванная для тех, кто любит полежать в ванной. Здесь также большая душевая кабина, кто любит быстрее помыться, а здесь, как и должно быть, в хозяйской спальне за отдельной дверью унитаз и бидея. Следующая дверь ведет нас в просторную гардеробную, как видите, здесь много чего может уместиться. А вот эта дверь в этом панорамном остеклении ведет на террасу и это еще одна важная фишка, изюминка этого дома, это огромные террасы. Вот на каждом этаже их по две, то есть с одной стороны дома, с тыльной, огромная терраса в 130 квадратных метров, с другой части там что-то под 90 квадратных метров, из каждой спальни есть выход на одну из этих террас. Посмотрите, здесь можно просто наслаждаться жизнью и вот отсюда сейчас открывается вот тот самый идиллический вид на данный участок. Мы видим здесь первый из каскадов и дальнейшие пруды каскада японского сада. Это озеленение великолепные, высоченные деревья, бассейн и лаунж зона. Из главной спальни мы переходим в соседнюю спальню одного из детей. Эта спальня имеет площадь 36 квадратных метров, уже знакомая стилистика, панорамное стекление, такое огромное угловое окно, большая стеклянная дверь на ту же самую террасу, площадь 130 квадратных метров. У спальни есть своя гардеробная, здесь мальчик живет, из нее проход собственный санузел с огромной душевой кабиной, хорошей качественной сантехникой. Еще одна спальня детская, 27 квадратных метров. Мы видим, что здесь есть выход. Эта терраса выходит на другую сторону дома, ее площадь более 80 квадратных метров, тоже масса места для того, чтобы приятное время в теплое время года. Тоже множество света здесь, такие же шкафы, собственная гардеробная и собственный санузел с просторнейшей душевой кабиной. И четвертая спальня, сейчас наполняет функцией гостевой, здесь есть тоже свой санузел с душевой кабиной, спальня имеет тоже два панорамных окна больших и гардеробную, которые сейчас ополняют функции кабинета с собственным выходом на уже упомянутую террасу. Из гостиной мы опадаем во двор, вот сначала в эту большую прекрасную крытую террасу, которая безусловно является изюминкой этого дома. 120 квадратных метров, она опоявляет свой дом с двух сторон. Видите, здесь инфракрасный нагреватель, где можно благодаря ему сидеть и в холодное время года. Здесь в расширяющей части огромный стол, одно из лучших мест для времяпровождения в доме. Обратите внимание на звуковую систему. В доме разведена центральная система музыкального сопровождения, есть 6 зон. Это тренажерный зал, это гостиная, это терраса и это зона спа, где стоят отдельные выведенные колонки и в приложении на телефоне можно транслировать музыку разную в этих зонах, там apple music, youtube music, ну и так далее. Мы двигаемся к вспомогательному дому. Обратите внимание, вот все дорожки и площадки в доме выполнены из натурального гранита или из натурального сланца. Мы подошли к вспомогательному дому, который опоясывает уже упомянутую мною огромная терраса лаунж-зона площадью примерно 220 квадратных метров. Она покрыта доской ДПК, здесь такая довольно стационарная установка для барбекю, дорожки, которые позволяют подойти и смотреть на каскад прудов, японский сад, здесь же крытая терраса большой площади с большущим столом. Далее мягкая зона, эту зону чаще, конечно, используют летом, но можно и зимой, она дает для этого все возможности. Видите, шезлонги, возможность плавать с мягкими игрушками, а я предлагаю зайти посмотреть тот самый вспомогательный дом. Вспомогательный дом выполнен также в интересной стилистике, это главное помещение, здесь примерно 75 квадратных метров, потолки под 5 метров, здесь кухня оборудованная, стол, зона, где может стоять мягкая мебель, кровать, огромный телевизор, и мы видим здесь остекление, очень много остекления, сейчас двери закрыты, здесь прохладно, потому что здесь тоже центральная система вентиляции с кондиционерным, как во всем доме, но все эти двери могут быть распахнуты, шторы могут подниматься, опускаться, и тогда здесь будет единое пространство с зоной лаунж и с бассейном. На стенах здесь сидят уже картины, копии Дали, и обратите внимание на интересное решение архитектурное, это под потолком, по всей ширине окошки, дающие сюда дополнительный свет. Также в этом доме есть собственный санузел с душевой кабиной, есть также помещение, которое задумывалось как кабинет, здесь около 30 квадратных метров, но сейчас оно используется, видите, как склад велосипедов, теннисный стол, система хранения мастерская, но можно здесь и работать, мы видим здесь остекление, которое занимает более половины площади стен этого помещения, с видом на бассейн. Общая площадь вспомогательного дома около 240 квадратных метров, и он стоит из двух этажей. Мы сейчас в цокольном этаже, который имеет важное инженерное значение. Здесь находится котельная всего дома, видите, два мощных немецких котла и 500, кажется, литров накопительный бойлер, они обеспечивают теплом и дом по подземному переходу и это строение. Здесь также находится кладовая, и здесь тоже важный технический элемент дома, вот система накопительных элементов электроэнергии, видите, вот таких 16 аккумуляторов, таких мощных блоков, и эта система, она кроме того, что есть тут еще стабилизаторы, она в случае пиковой нагрузки обеспечивает дом накопленной по ночному тарифу энергией. Таким образом, дом даже при включении всех систем будет обеспечен энергией и нет рисков, что его выбьют. А если это произойдет, если вдруг отключат электроэнергию, то еще рядом с этим домом есть мощный дизельный генератор, который может обеспечить дом до 6 часов, ну а если его заправить дополнительно топливом, то и столько, сколько нужно. И последнее помещение в цокольном этаже, это мощная система центральной вентиляции с кондиционированием. Эта система может обеспечить до полутора тысяч квадратов метров, дом поменьше будет, и вообще вот вынесение в этот вспомогательный дом, в цокольный этаж этой системы котельной, оно позволяет устранить риски и шума, и различных там аварий, то есть такое решение имеет высокий смысл. Кстати, вот такие панели вблизи, это шпон ореха, толстые такие, сантиметра два с половиной, облиционные все строения, а кровля здесь из меди и также вся водосточка также медная. Мы обещали чуть подробнее рассказать о самом поселке, выполняем коттеджный поселок Ваутутинки, здесь есть три товарищества, данному товарищу себе поселковый взнос составляет 20 тысяч рублей в месяц. В поселке есть собственный большой пруд, зоны отдыха вокруг, собственный физкультурно-оздоровительный комплекс, там есть тренажерный зал и бассейн на несколько дорожек длинный большой, и зал для банкетов, есть детские площадки, уличные спортивные площадки, даже есть такая интересная опция, дорожка для катания на роликах шириной примерно 2,5-3 метра. Поселок богат инфраструктурой, при этом окружен лесом и это один из лучших, самых дорогих поселков Калужского направления. А я с вами сегодня прощаюсь, спасибо, что нас смотрите, если какие-то вопросы пишите нам. Всего доброго, до свидания! Продолжение следует...